Тофу Корейский соевый творог Первое, что необходимо сделать, это несколько раз промыть в холодной воде наши бобовые. Сделать это нужно достаточно тщательно. Затем оставляем в холодной воде на 12 часов зимой и на 7 часов летом. Также нам понадобится сделать пищевой натуральный окислитель. Для этого нам нужна будет вода 250 мл и соль 1,5 столовой ложки. Если есть морская натуральная соль, то используйте 2,5 столовые ложки. И также уксус. Нам понадобится в объеме 2,5 столовых ложек. Все это мы с вами должны хорошо размешать в воде, чтобы соль и уксус растворились и начали взаимодействовать. И дали нам химическую реакцию, необходимую для образования окисления и свертывания. За счет которой образуется творог. Только не повторяйте этот же рецепт для нашего молочного творога. Потому что там молочные животные белки, а здесь у нас будут белки растительные. Итак, когда прошло 12 часов, мы извлекаем наши бобовые и на 2 половника сои и черной фасоли мы добавляем 4 половника воды. Все это мы загружаем в блендер и перемалываем. Сначала на малой скорости, а потом скорость увеличивая. Вы видите, что цвет получился не белый. Если бы мы использовали только сою, то цвет бы был более белый. А сейчас он более молочный, даже сероватый из-за черной фасоли, которая богата очень полезными веществами, волокнами. Так что черную фасоль, если есть возможность у вас приобрести, то используйте ее вместе с сой. Не бойтесь, это только прибавит полезности. Она очень богата белком, который ближе всего по своему составу к животному белку. Всю эту процедуру мы должны повторить со всеми нашими бобовыми. Одно сито мы подставляем снизу, а другим будем пользоваться для того, чтобы туда закладывать нашу массу. Теперь начинаем деревянной ложкой все это помешивая, придавливать, для того, чтобы снизу у нас начала капать жидкость. Проделываем это со всей имеющейся у нас массой. Итак, когда вся вода вышла, мы откладываем эту массу в какую-нибудь емкость. Лучше всего, чтобы это была емкость керамическая, не железная или деревянная. Вот какая у нас жидкая часть получилась. Мы пока что с ней ничего не делаем, потому что там на дне сито есть еще осадок, с которым нужно нам поработать. А сейчас мы берем влажную марлю, отжатую, и ту самую твердую часть, которую мы отложили, мы еще раз с вами отожмем. Закладываем 1-2 половника в марлю, лучше не закладывать больше, и начинаем отжимать. Давим сворачиванием материала и также потихоньку руками, сильно, но аккуратно, чтобы марля ни в коем случае не лопнула. Этот процесс мы должны будем проделать со всей той твердой частью, которая осталась после того, как мы в первый раз пропускали перемолотые нами бобы через блендер. Итак, когда мы все это отжали через марлю, вот что у нас получилось. Вся эта твердая масса, оставшаяся от бобовых, называется фри биджи. Это первый жмых от тофу соевого творога. Его мы с вами можем положить в пластиковые пакеты и хранить в морозилке, и периодически доставать, и использовать для приготовления разных блюд. Одно из которых мы уже готовили в предыдущем видео, линк я оставлю в описании. А вот эта оставшаяся у нас полученная жидкость, которую мы далее должны использовать для приготовления самого тофу, мы сейчас ее пропустим через то сито, в котором она накопилась. Поскольку внизу образовался некоторый осадок и не дает жидкости окончательно выйти, мы должны аккуратно, деревянной, обязательно деревянной ложкой, помешивать эту массу, проводя по самому ситу, смещая полученный там осадок и одновременно просеивая, просачивая саму жидкость. Ну вот, наконец, практически уже вся жидкость вышла. Этот осадок мы тоже закладываем вместе с биджи, потому что это часть биджи, о которой мы говорили прежде. А вся оставшаяся полученная жидкость, это тоже один из промежуточных продуктов приготовления соевого творога, соевое молоко, которое корейцы называют дую, которое можно пить и которое очень полезно для здоровья. Жидкость мы с вами загружаем в большую по объему кастрюлю, потому что, как и обычное молоко, это соевое молоко будет давать очень много пены и подниматься при закипании. Тихонько, все время помешиваем. Огонь должен быть сильным. Когда образуется первая пенка и начнет потихоньку закипать наше молоко, добавляем кунжутное масло, одну столовую ложку или любое другое масло. И потихоньку продолжаем помешивать. Все время огонь сильный и все время потихоньку в одном направлении помешиваем. Когда в первый раз молоко закипит и начнет подниматься, мы должны будем залить его небольшим количеством холодной воды, чтобы молоко перестало закипать и опустилось. Эту процедуру нам нужно проделать 2-3 раза. То есть 2-3 раза молоко поднимется, образовывая пену, и мы должны будем его залить холодной водой, чтобы оно опять же опустилось вниз. Когда мы в третий раз залили соевое молоко холодной водой после того, как оно поднялось, то мы выключаем огонь, и больше огонь нам не потребуется, и заливаем в кастрюлю наш натуральный, прежде заготовленный пищевой окислитель, где была соль, уксус и вода. Делаем это потихоньку, немножко его распределяя, подставив ложку. Сначала выливаем не весь окислитель. Я уже говорила про жесткость воды, может быть нам понадобится не весь. И аккуратно, как бы ложкой, как бы ножом разрезая, нашу массу проводим туда и сюда. Мы видим, как пошел процесс окисления, как начала выделяться сыворотка, и творог, соевый творог, начал сгущаться. Если мы видим, что процесс происходит медленно, еще раз добавляем наш натуральный окислитель. Тем же самым способом. И еще раз, как ножом, проходим ложкой. После того, как мы добавили наш натуральный окислитель, мы оставляем всю эту массу под крышкой на 30 минут, чтобы процесс свертывания окончательно завершился. И начинаем заготавливать все необходимое для того, чтобы образовать форму соевого творога. А именно, пластиковый контейнер, на который мы останавливаем остальную конструкцию. Пластиковую форму с дырочками и сито. На сито мы кладем влажную марлю. И сюда, в эту форму, мы будем с вами закладывать образовавшуюся, загустевшую творожную массу, которую в Корее называют сундубу. И которую тоже можно использовать для приготовления уже каких-то блюд. Так, мы же продолжаем процесс. Не останавливаемся на сундубу, а закладываем его в нашу форму. Для того, чтобы продолжить процесс свертывания и сделать окончательный наш продукт тофу. Чем более дольше вы будете держать это уже начавшее сворачиваться соевое молоко на холодном открытом воздухе, не закрытом, тем более твердым получится окончательное ваше тофу. То есть, если вы хотите тофу получить более твердой консистенции, то вы держите эту массу не закрытой, не накрытой материалом и не придавленной прессом как можно дольше, где-то около даже 20 минут. Если же вы хотите получить более мягкой консистенции тофу, то вы закладываете все это как можно быстрее и как можно быстрее накрываете. Закладываем всю полученную массу. Немного разровняем поверхность нашего соевого творога. Начали уже накрывать наше тофу, чтобы оно не получилось у нас очень жестким. Значит, мы сначала накрываем его марлей. Теперь нам понадобится еще кусок какого-нибудь натурального материала. Например, лучше всего хлопок или катон. Еще мы подставим под низ тарелку, чтобы было больше объема, куда жидкость могла бы стекать. И теперь накрываем еще одним куском материала, чтобы он сохранял тепло и давал дополнительный пресс. Аккуратно его укладываем, чтобы не повредить форму. И добавляем груз. Просто пластиковую бутылку с водой. Для нашего объема тофу такого пресса достаточно. И оставляем всю эту конструкцию на 30-20-30 минут. И затем открываем и смотрим, что у нас получилось. Аккуратно снимаем, чтобы не повредить само тофу, потому что мы хотели получить все-таки достаточно мягкое тофу. Поэтому его может быть очень легко сломать. И аккуратно начинаем разворачивать, снимая марлю. Сам процесс извлекания тофу из формы тоже может быть достаточно нелегким занятием. Мы решили эту проблему таким образом. Подставили под низ доску для резки овощей. И затем просто накрыли ей тофу, а потом перевернули. Как это еще иногда делают с пирогами. Просто, легко и самое главное, что эффективно. Итак, долгожданный момент. Вот что у нас получилось. Снимаем марлю, которая у нас на обратной стороне. Вот она, наше тофу. Соответственно, форма у него будет та. В зависимости от той формы, какой посуде он лежал. Вот наш окончательный продукт. Тофу. Соевый творог. Богатый белком, натуральным растительным белком. Из которого можно приготовить множество разнообразных азиатских блюд. Или есть его прямо сырым, свежим, только что приготовленным с кимчи. Что мы и собираемся сделать. Само тофу можно хранить в течение 3 дней в холодильнике. Желательно погрузить его в воду в пластиковом контейнере. Надеюсь, вам было интересно. И приятного вам аппетита! Редактор субтитров А.Семкин